Еще 4 месяца назад на этой площадке царили тишина и запустение. Предыдущий застройщик компания «Кубанькобстрой» прекратил работу из-за финансовых проблем. Ушел, бросив на месте сломанную технику и три дома. Больше 1200 человек превратились в обманутых дольщиков. Работы в жилищном комплексе «Семь вершин» возобновились только после того, как краевой администрации удалось найти нового застройщика. Первую многоэтажку на улице Снесарева рассчитывают сдать уже в следующем году. Жилищный комплекс «Семь вершин» – положительный пример. Но есть и такие случаи, где даже найденный инвестор еще не гарантия достроенного дома. Об одной из таких историй губернатору сегодня рассказали дольщики «Ричхаус» – жилого комплекса в Краснодаре. Недобросовестный застройщик просто отказывается передавать права на завершение работ другой компании, которую нашли на замену. Просрочка по сдаче домов составляет уже более 3,5 лет. Последние полтора года это уже была наша сбалансированная работа дольщиков и администрации города Краснодара. Самой большой проблемой в вопросе достройки дома стало подключение инженерных сетей к комплексу. Нет ни света, ни газа, ни канализации, ни водоснабжения. Решение о проблемах обманутых дольщиков часто упирается в законодательные лазейки, позволяющие недобросовестным застройщикам держаться на плаву. Поэтому необходимы структурные изменения. Венимин Кондратьев предложил разработать их на федеральном уровне руководителю рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александру Сидякину. Пока не будет конкретных решений, проблему мы эту не сдвинем. А мы сегодня все время ее решаем, решаем с точки зрения объем по хвостам. А что бить по хвостам? Давайте лучше загадать все таким образом, повернем, чтобы не допускать это. А сегодня, конечно, можно и законы применять, и еще, и еще, и еще. И подсаживать сегодня недобросовестных застройщиков на то, что сегодня власть все равно с нами будет подкидываться и никуда она не денется. Обманывали и будем обманывать. Плодили и будем дольщиков плодить. Вот это бить по хвостам нужно уже с этим завершать. Нужно реально создать такое правое поле на федеральном уровне, которое не позволит недобросовестным застройщикам вообще по природе появляться. Ситуация, это, конечно, типично не только для Краснодарского края. У нас на сегодняшний день, по разным данным, около 1200 объектов проблемных по стране. Это почти 100 тысяч человек. Мы выработали механизм, по которому предотвратим появление большого количества дольщиков в будущем. Значит, будет создан компенсационный фонд. Каждый застройщик будет отчислять не в страховую компанию, а в этот компенсационный фонд 1,2%. Серьезные требования к застройщикам и в части ограничения, так называемых пирамид, о которых вы сказали. Теперь одна компания, одно разрешение на строительство. Собираешь деньги только под это разрешение строительства и не можешь их тратить на другие объекты. Это еще ряд ограничений вступят в силу у нас с 1 января 2018 года. Необходимо навести порядок и с разрешениями на строительство. Сейчас ситуация парадоксальная. По сути, в администрации города или района обязаны дать добро на стройку любому, кто придет с полным набором документов. Разве есть основания у мэра любого города не дать разрешение на строительство? Вообще никакого основания нет. Правовое поле здесь никак не защищает, только потому что есть исчерпывающий перечень документов, при которых мы обязаны выдать разрешение на строительство. И вся его прошлая история абсолютно не учитывается. Ну хоть что-то там, какую-то такую норму, чтобы позволяло нам на самом деле исходить из строительной истории этой организации, понимать, что или кто перед нами. Ну коллеги, мэры, сидите, так или не так? Это совершенно верно, Виктория Иванович. Мы сегодня на себя берем ответственность в части принятия решения, не выдачи разрешения на строительство, хотя пакеты документов соответствуют градостроительному кодексу. Но это просто фирмы, допустим, однодневки, которые еще не попадают под те изменения, которые вносятся, которых мы хотим убрать со строительного рынка, потому что мы знаем точно, что они пришли именно за наживой. В том числе из-за таких неправильных строителей, но с правильными документами, в Краснодарском крае свое жилье не могут дождаться 6,5 тысяч человек. А сроки сдачи сорваны по 127 домам. При этом некоторые руководители недобросовестных компаний, набив свой карман сотнями миллионов рублей долевых денег, находятся всего лишь под подпиской о невыезде. С начала года в регионе возбудили 190 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками. Усилиями краевой администрации по каждому недостроенному дому пытаются найти нового инвестора. Люди, которые годами ждали купленного жилья, с трудом верят, что получат собственную крышу над головой. Ни одно не было исполнено обещание. Как мы можем верить? Стройка у нас стоит фактически. У нас с 13 числа голодовка началась. Это неконструктивно. Это сегодня где-то, может быть, кричащая мера, я тоже понимаю. Но лучше выработать алгоритм и совместно контролировать этот алгоритм. Власти обещают, там, где найден новый застройщик, дома будут сданы в эксплуатацию. Конечно, не сразу, но гарантированно. Александр Иванченко, Майя Губа, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.